Глава администрации Богородского района избран единым главой МСУ. На земском собрании им единогласно избран Александр Сочнев, до этого занимавший пост главы администрации района. Комиссию по отбору кандидатур, которая состоялась из представителей областного правительства и администрации района, подали документы два человека. Кандидатура Сочнева на рассмотрение внесена губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Вторым претендентом на пост главы МСУ стал Вадим Шолин, заместитель главы администрации и курирующий вопроса ЖКХ. Комиссия допустила обоих, у обоих проекты были нормальные, а уже здесь выбрали, я считаю, самое достойное. На земском собрании оба кандидата представили свои программы развития района. Александр Сочнев возглавляет администрацию района пять лет. За это время район успешно справился со многими задачами. Реализация федеральных и областных программ. Максимальное участие в каждой дает возможность сделать больше для района. Выступая перед депутатом, Александр Сочнев обозначил курс, по которому поведет работу администрации. Строительство социальных объектов, реконструкция городских очистных сооружений, развитие централизованной системы водоотведения. Это главные задачи. Мы не будем останавливаться на том, что было озвучено. Мы будем настраиваться на то, что построить еще один детский садик на 140 мест в Березовке. Там актуальна эта проблема будет и острая, наверное, в ближайшие годы. И плюс два детских сада мы будем настраиваться построить в городе Белгородске. Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Сочнева. Это безусловный знак доверия руководителю, которого они знают. Константин Васильевич Пурихов, присутствующий на заседании Земского собрания, в качестве депутата от Дуденевского сельсовета дал наставление новому главе МСУ. Мы совместно с депутатами решали все задачи на благо жителей Белгородского района. Александр Алексеевич, тебе успехов! С этого дня район перешел на одноглавую систему управления. Это значит, глава администрации, глава МСУ теперь в одном лице. Вся власть в районе с этого дня сосредоточена в одних руках. Широта полномочий и огромная ответственность. Избранный глава местного соуправления поблагодарил за оказанное ему доверие. Работая на новом поприще главы, в первую очередь, все то, что до меня было сделано, сохранить в первую очередь. И второе, это, естественно, дополнить. Дополнить новыми объектами, дополнить новыми, я не знаю, там, удачами, дополнить новыми целями и осуществлениями их. Ведь, да, действительно, ответственность большая. Но то, что вот эти вот направления озвучены, это бюджет, экономика, инвестиции, это наши полномочия в сфере образования, культуры, спорта, они налицо, и мы будем стремиться это, наоборот, приумножать в дальнейшем. Этот человек взвалил на себя двойную, или даже, как сейчас выражались на земском собрании, может быть даже и в десятеро больше работы, и в десятеро больше ответственности. Хочется пожелать Александру Алексеевичу удачи в этом направлении. И я думаю, что местное отделение партии «Единая Россия», единогласно проголосовав за выдвижение его кандидатуры, я думаю, что мы будем не только смотреть, какие он достигает результат, но и помогать ему в этом. Анна Сычева, Наталья Гиселева, Богородск ТВ.